Всем привет! Хочу с вами сегодня поделиться еще одним таким красивым узором, а также показать, как я его делала. Это что-то похожее с предыдущим узором колоски, но еще более отчетливые идут тут лепесточки. Здесь я немножечко начала оформлять по бокам косичкой, так чтобы более отчетливо видно было узор. Сложность этого узора состоит в том, что тут идет такой необычный разбор игл. Но потом, когда вы разберетесь, что к чему, поймете, вы будете уже по рисунку сами понимать, как переставлять иголочки, петельки. И этот узор вам покажется достаточно легким. Кому интересно, смотрите дальше мое видео, вдохновляйтесь и спасибо за просмотр. Итак, мы приступаем к вязанию нашего узора. Обращу ваше внимание на то, что начинать мы будем от нуля. И эту иглу, эту петлю я буду считать как первую. Ноль это у нас первая петля. Итак, берем вторую петлю. Переносим на первую, возвращаем на вторую. Возвращаем там, где мы сняли петлю в рабочее положение иглу и провязываем два ряда. Теперь мы должны взять четвертую иглу, считаем от нуля. Ноль у нас первая игла. Один, два, три, четыре. Четвертую петлю мы переносим на третью и возвращаем на четвертую. Дальше мы берем вторую иглу, переносим на первую и возвращаем на третью. Возьмем как бы минус первую иглу и перенесем ее на первую, там где у нас нолик. И теперь у нас получаются две иглы без петелек. Петелек. Это как моя одна из подписчиц мне написала, не петелек, а петелек. Вот так. Я даже с вами и образовываюсь потихонечку тоже, как правильно говорить. Спасибо. Провязываем два ряда. Теперь мы считаем от нуля. Ноль это единица. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шестую иглу мы переносим на пятую, возвращаем на шестую. Теперь четвертую мы берем иглу, переносим на третью и возвращаем на пятую. Дальше мы берем вторую петлю, переносим на четвертую. Берем первую иглу, переносим на вторую и вот эти вот две иголочки ставим в рабочее положение. Провязываем два ряда. Дальше очень внимательно смотрим. И отсчитываем седьмую иглу. И отсчитываем седьмую иглу. Ноль это у нас первая игла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Седьмую, переносим на шестую, возвращаем на седьмую. Потом у нас это шестая, берем пятую, переносим на четвертую и переносим на шестую. Третью переносим на пятую. Вторую переносим на третью. То есть по рисунку потом, вы когда поймете, как делается этот рисунок, узор, вы будете уже по рисунку видеть, куда что переносить. Провязываем два ряда. И теперь мы отсчитываем до восьмой иглы. Ноль. Это у нас первая игла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьмую переносим на седьмую, переносим на восьмую. Шестую переносим на пятую, переносим на седьмую. Потом эту четвертую переносим на, получается, на шестую. Третью переносим на четвертую. Все иглы в рабочем положении. Провязываем два ряда. Теперь нам нужно отсчитать до девятой иглы включительно. Ноль. Это у нас первая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девятую переносим на восьмую. И возвращаем ее на девятую. Теперь берем четырехпушковый декер. Следующие четыре петли мы снимаем и переносим правее на одну петлю. То есть закрываем вот эту вот, там где у нас был пропуск. И остается у нас только один накид, который будет образовывать одну дырочку. Конец нашего рисунка. Провязываем две, два ряда. Ну вот, мы рисунок наш закончили. Но так, чтобы закончить полностью, сделать всю красоту нашего рисунка, мы должны, получается, я спускаю вот этот вот столбик и поднимаю лицевыми петелечками вверх. Так, это у нас получается, скажу сейчас вам, какая игла. Если ноль, это у нас первая. Минус один, минус два, минус три. Минус третья игла. Минус третья игла. Так, находим последнюю, где мы, я уже делала тут поднятие петель. Или петель, не, петель. Поднимаем петелечки. Лицевыми. Так. Здесь у меня для красоты моего узора, для полноты, справа и слева я делаю колоски такие, косички два на два. И я всегда их перекрещиваю в одну сторону, чтобы не запутаться. И вам тоже это советую делать. В одну сторону. Так, и вот этот вот петельный ряд мы тоже снимаем и перебрасываем. Ой, и так, снимаем и поднимаем лицевыми. С правой стороны мы делаем то же самое. Так, сейчас мы сразу с правой стороны у нас будет столбик сниматься, распускаться на иголочке десятой. Одной этой. От нуля. То есть ноль у нас единичка. Ой, много я распустила. Это чтобы мы отчетливее видели наш рисунок. Ну и она была такая более фактурная у нас бороздка. То есть видно было, где у нас рисунок заканчивается, начинается. Дальше у меня здесь косичка. Два на два. Тоже я ее в одну сторону перепрещиваю. Так. И следующий столбик тоже спускаю. Следующий. Следующую петельку за косичкой. И поднимаю лицевыми петлями. Так. Поднимаю. И все. Можно теперь провязать несколько рядов. и снять полотенцем. Мы посмотрим что у нас получилось. Так. Все. Все. Вот такой красивый узор у нас получился, здесь я, видите, пропустила вот этот вот перекресток 2х2. Ну вот такие лепесточки у нас получились. Как кукурузки.